Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова предварительная, скажем, оценка ситуации, которая складывается на финансовых рынках, в которых каждый день мы с вами начинаем торговую сессию. Смотрим на события прошлых торговых дней, если это те инфоповоды, которые имеют успех в плане влияния на рынок и имеют шанс резонировать дальше на поведение инструментов. Мы об этом говорим. Параллельно смотрим на макроэкономические события и фундамент предстоящих такого сессии. Ну и, разумеется, в соответствии с этим стараемся корректировать инвестиционные идеи. Друзья, вчера у нас в центре внимания, безусловно, были данные по индексу потребительских цен Англии. Я об этом о счете с вашего позволения сегодня поговорю побольше, поскольку важно это делать, учитывая, что администрация является очень важным индексом, индикатором для состояния экономики и потенциально возможных изменений, которые могут произойти в рамках британского регулятора. Ну и, собственно, статистика по индексу потребительских цен позволила нам вчера отчасти немного успокоиться по поводу того, что будет с фунтом. Мы увидели те самые агрессивные распродажи. Правда, могли бы посерьезнее затащить поглубже, собственно, фунт. Но будем радоваться тому, что рынок нам показал около 100 фунтов с локальных максимумов по парам фунтов в артериала. Я полагаю, что дальше будет и пробой поддержки 1.30. И мы будем искать дополнительные ответы и аргументы в пользу нашей короткой позиции, трудности, которые непременно должны возникнуть в переговороческом процессе по Брэкзиту. Сейчас это политическая тема номер один от всех участников финансовых рынков. Сегодня, друзья, отчетов не так уж и много. Я бы даже сказал, их вовсе нет. Но поскольку мы традиционно делаем акцент на нефть, я предлагаю обратить внимание, точнее рекомендую, советую на данные по запасам нефти, нефтепродуктов, а также дистиллятов, бензина и объема производства за неделю. Это отчет, который будет выполнен сегодня в 17.30 по московскому времени, непременно повлияет на котировки черного и золота и впоследствии уже на то, что будет с рублем. Ну и завтра супер четверг. Почему супер? Потому что мы ожидаем с вами заседания Европейского Центрального Банка, ожидаем пресс-конференцию председателя ИЦБ Марил Драги. И попробуем найти ответы во всем этом новостном фоне по поводу того, что будет с монетарной политикой дальше. Будут ли сохранены текущие экономические стимулы в течение более длительного периода времени, либо все-таки ИЦБ тоже поддал вот этому общему рыночному настроению и глобально формирующимся тренду действий регуляторов, направленных на нормализацию денежно-кредитной политики. Это будет очень важное событие. Я думаю, что те из вас, кто следит, к примеру, не за активами рынка Форекс, а за инструментами фондовых рынков, знают, что сейчас на площадках своего рода такая выжидательная позиция, потому что трейдеры явно не хотят сейчас рисковать в преддверии вот столь важного события, как заседания Европейского Центрального Банка. И после лишь того, как удастся пережить эту торговую сессию, точнее торговую сессию четверга, будут сформированы определенные аденциры, к которым мы вернемся и попробуем понять, все-таки каких же ожиданий по монетарной политике ИЦБ мы можем придерживаться дальше. И стоит ли ставить на покупку евро, либо все-таки продолжать дянуть свою линию через слабость главного валютного риска. Ладно, давайте начнем. Началось с нефти. Клосс вчерашней торговой сессии 48,70, сейчас инструмент торгуется на отметке 48,68. В целом, вчерашняя торговая сессия стала восстановительной для котировок нефти, хотя прирост был довольно скромным. Мы еще помним, как нефть просела, там практически больше, чем на 1% в ходе торговой сессии в понедельник. Сейчас снова продолжаются вот эти качели. Рынок нуждается в большем стимуле для роста, в большем триггере, катализаторе. И, возможно, этим катализатором выступят сегодняшние данные по запасам. Причина роста котировок нефти в ходе вчерашней торговой сессии – сообщение о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения их поставок. Эти сообщения появились в Financial Times со ссылкой на социальные источники, якобы о том, что Саудовская Аравия хочет нивелировать рост добычи некой Ливии и Нингерии и потенциально готова ограничить экстренные поставки на 1 миллион баррель. Я думаю, что это все бред, ерунда, Саудовская Аравия не пойдет на эти меры, тем более, что мы помним их позицию относительно еще больших объемов ограничения, собственно, добычи. Мы помним самый настоящий такой подрыв морального духа касательно непрекимности сделки ОПЕК, не выступали инициатором этого соглашения, которое не привело к ничему, кроме как потери определенной доли рынка для ряда стран Дижнего Восточного Картеля. Важнейшим событием для рынка нефти является, условно, предстоящий понедельник, когда в Санкт-Петербурге состоится очередная встреча ОПЕК. Эта встреча привлечена к отчету мониторингового кабинета по поводу того, как исполняются договоренности и работают ли эти усилия, направленные на стабилизацию спроса и предложения. Мы знаем, что нет, конечно же, поэтому понедельник к этой теме вернуться и снова попробуют внести какие-то коррективы к соглашению. Я позволю себе предположить, что если бы были возможности повлиять на ситуацию на рынке посредством еще большего ограничения, то эти меры были бы приняты еще до встречи Дижнего Восточного Картеля. Ладно, в принципе, если этих решений более агрессивной коррекции сокращения нефти производства не было, значит и не будет. Поэтому максимум, что будут обсуждать, это возможность посвящения к экономическому факту других государств. Конечно же, я имею в виду Ливию и Нигерию, которые приглашены на этот саммит, который состоится в Санкт-Петербурге. Правда, Ливия дала добро. Скорее всего, мы увидим представителей этого государства на встречу. А вот что касается Нигерии, здесь не ясно. Нету стопроцентного повержения того, что они не поедут в Россию. С другой стороны, нету и стопроцентного понимания, уверенности в том, что они будут присутствовать на этой встрече. Я хочу, чтобы вы не забывали, друзья, то, что Нигерия действительно сейчас является в плане эффективности сделки ОПЕК одним из самых волнующих регионов. Потому что, в отличие от Ливии, Нигерия не хочет присоединяться к этому факту. И не хочет делать это до тех пор, пока не выведет производство нефти к прежним значениям в 1,9 миллиона, до которых еще примерно и можно увеличить производство на 300 тысяч парней. И только после этого они готовы обсуждать возможные ограничения. Ну, я бы даже сказал не ограничения, а скорее заморозки производства на достигнутом уровне стабилизации по производству. Поэтому, даже если каким-то чудом мы будем наблюдать и это государство на встрече, скорее всего, никакого положительного ответа дано не будет. Это значит, снова разъедутся все с пониманием и с надеждой на то, что текущих усилий может быть достаточно. Ну, если не сейчас, то, по крайней мере, через полгода, чтобы повлиять на общее рыночное предложение. Еще одним фактором поддержки для котировок нефти выступило ослабление доллара вдоль всего рынка. Мы знаем, с чем это было связано. Доллар валится из-за очередного провала законодательной инициативы администрации Трампа. Первым, разумеется, на этот яско отреагировал индекс доллара, который сейчас находится на минимальных значениях за много месяцев. И, в частности, ниже уровня, по-моему, 94,5. Что касается доходности Тейжерис, американских, то позже, десятилетки держатся ниже планки в 2,3 и никак не могут преодолеть ее, то есть, снизу вверх. Но, без хорошего фундамента, стоящей поддержки, это, в принципе, нереально сделать. Ослабление доллара стало причиной дополнительного интереса к нефте активов. Друзья, теперь, что касается тех данных, которые у нас были по нефти до этого. До этого у нас администрационная физическая информация, которая повысила прогнозы по росту фланцевой добычи на 113 тысячи. Если эти прогнозы будут реализованы, то август станет 8-м месяцем роста нефти добычи в подряд. Вы про это тоже не забывайте, потому что это важно. Важно, что цифры колоссальные, они реально могут вывести в Штаты к концу этого года показательных 10 миллионов парлей в сумке. И сегодня у нас в 17.30 статистика по запасам. Я хочу напомнить вам релизы последних двух недель, когда запасы бензина и нефти снижались в соответствии с сезонным спросом и летним периодом в соответствии с ожиданиями. При этом топировки нефти не находили поддержку в этих отчетах, потому что вслед за данными по запасам выходил отчет по неделям и производствам из США. И последние две семидневки оказались настолько результативными по росту выработки, что на блоке еще больше усилили коррекционные взгляды и позиции медведя. Потому что за две недели производство нефти в Штатах выросло на 140 тысяч баррель. 88 получается три недели назад, две недели назад плюс 59. Вот данные за прошлую неделю у нас будут сегодня. Я думаю, что растущий тренд сохранится и он снова будет использован рынком нефти как основной драйвер для поведения, для коррекции и снижения инструментов. Потому что Штаты напомнят еще раз тем, что они оказывают наибольшее влияние на сделку ОПЕК, точнее снижают ее эффективность, сходят их кинуть к нулю. Рост и добычи сохраняются, а значит Штаты за счет еще и высоких показателей увеличения числа ничных терминалов будут и дальше преобещать рынок. Это идея номер один для всех трейдеров. Я надеюсь, что вы из меня знаете, что она является определяющей. А если знаете, то не разворачивайтесь по нефти, оставите на дальнейшем ослабление этого антива. Нам нужно уйти ниже 48 долларов за баррель, чтобы претендовать уже на поддержку 45, которую нужно сначала пробить, чтобы говорить уже о целях того же самого Goldman Sachs, который планирует к концу этого года в виде трейдеровки даже ниже 40 долларов за баррель по бренду. Рубль 59.15. Сегодняшняя сессия в связи с насыщенностью, прелендаря и важностью события для нефти будет довольно результативной и для российского валютного актива. Поскольку все-таки данные по запасам нефти уже будут опубликованы практически под занавес торгов на российской валютной бирже, я думаю, что основа этого релиза будет отыграна уже в ходе завтрашнего сессии. Но если наш сценарий по снижению нефти будет оправдан и релизован, мы снова уйдем с вами в купаре доллара. Рубль выше 60. Доллар японская иена 112.18 сейчас котировки, в принципе, такое же самое значение, что и днем ранее. Никаких серьезных двигов. Это, на самом деле, позитивный момент, потому что рынок, судя по динамике фондовых индексов, по-прежнему переживает очень сильно за то, что в очередной раз провалилась попытка Трампа реализовать реформу правоохранения, чтобы она пришла на смену Обама-Кеа. И, к сожалению, вот Конгресс снова не дал ей добро и не позволил, собственно, открыть дорогу для прочих реформ Трампа. Соответственно, очередное фиаско в этом направлении заставило трейдеров усомниться способности реализации и инициатива по увеличению бюджетных расходов и налоговой реформы. Ну, эта логика, она работает уже в течение длительного периода времени. Я надеюсь, что вы про нее ни в коем случае не забыли. На настроение, безусловно, это повлияло. То, что Трамп сам отреагировал, и для него это было очень крайней неожиданностью. В своем квит, который он активно поддерживает, он сообщил о том, что его подвели демократы и ряд республиканцев, но, собственно, администрация, которая доставляет его инвестиционную поддержку, обещает вместе с новыми докложениями скоро вернуться и уж точно потащить эту реформу, которая должна была быть реализована еще много месяцев назад. Но вот до сих пор нету ни одних, опять же, серьезных преобразований, которые могли бы в какой-то мере поспособствовать тому обещанному удвоению экономического роста. Поскольку Трамп снова разочаровал, я уже отметил, касаясь кетиловых нефти, мы увидели распродажи и на рынке облигаций, мы увидели потение индекса, индекса доллара, что оказало локальную поддержку рисковым инструментам, но не фондовой секции, а рынка ОРОС. Поэтому по доллару японской ине, друзья, я все-таки пока что не стал бы транслировать негативные идеи. Поддержка 112 иен держится. Думаю, что если бы рынок хотел нам в этом импульсе разочарования политического характера стащить пару ниже, это уже произошло бы. Но раз до сих пор не случилось, уже прошло, по сути, два дня, значит, вряд ли сейчас рынок найдет достаточно топлива для тестирования поддержки 112. В лучшем случае будет консолидация с текущими значениями. Ну а если пойдет, скажем, та динамика, на которую мы с вами делаем ставку, то мы увидим рост доллара против японской валюты. Считается то, что на пару долларов японской иены очень сильно повлияет также и замочное заседание Европейского центрального банка. То есть если мы увидим ослабление евро, то доллар использует это для того, чтобы ухочить собственные позиции. Ну и также еще на повестке в контексте вот этой валютной пары еще и заседание Банка Японии, где традиционно не предвидится никаких изменений в монетарной политике, а лишь снова будут обозначены проблемы, касающиеся недостей и выноски сливых показателей по инфляции. Возможно, в этом трейдеры найдут поддержку, чтобы распродать иену и, собственно, подкнуть вверх на котировку баксов. Фунт против доллара. Вчера данные по инфляции. Общий отчет индекс потребительских цен 2,6% в годовом выражении 2,9%. Индекс потребительских цен в месячном выражении 0,0%. И базовая инфляция в 2,4%. Ниже в целом, чем мы ожидали, но все равно на очень высоких значениях. И вот я сегодня читал интересную статью, которая пытается объяснить статистику по инфляции потребительских цен Англии. Очень много там приводится доводов, аргументов, ряд из которых реально стоящих. И в целом, главное резюме, которое следует из этой статьи, то, что вот эта статистика, она абсолютно не отражает действительности, потому что все те компоненты, способные повлиять на показатели инфляции за последние месяцы, которые мы с вами анализировали, не могли привести к снижению индекса потребительских цен. Поэтому индекс потребительских цен, возможно, реальный показатель. Я надеюсь, мы увидим его спустя месяц, скажем, когда статистика будет более достоверной и прозрачной. Уже просигнализирует о том, что общая инфляция улетела за пределы 3%, еще более, начало контрастировав с динамикой рост заработных вкладов. Реальный рост заработных вклад на текущий момент является уже отрицательным. И здесь нужно говорить о том, что раз инфляция отрежает, собственно, динамику рост заработных вкладов, это то, что влияет на уровень располагаемого дохода, на потребительскую активность и на экономический рост. Если вы в этом сомневаетесь, я советую вам вспомнить последние квартальные данные по экономическому росту Англии. Так вот, последние квартальные данные показали, что экономическое расширение составило всего 0,2%. Это очень и очень мало. В лучшем случае в прошлом квартале нас ожидает такой же прирост, точнее, когда мы будем анализировать статистику за прошлый квартал. Поэтому я по-прежнему ставлю на то, что максимум, на что может рассчитывать британская экономика до конца этого года по экономическому росту, это запретение в пределах 1,5%, что является ничтожным показателем для такой развитой экономики. Друзья, по фунту у нас сейчас фокус ни в коем случае не должен смещаться с этого валютного актива, потому что мы обсуждаем с вами еще аксессуру Брэкзита, она в самом разгаре, очередной тур, скажем, обсуждений, переговоров по вопросам фискального контроля, по вопросам создания дополнительной зоны свободной торговли, по правовым вопросам. И мы помним, что мы можем рассчитывать, исходя из, опять же, того, с чем мы подошли к этому событию, на ряд трудностей, которые возникнут на пути вот этих договоренностей, что, скорее всего, приведет к продажам британсов. Поэтому, как и ранее, я советую вам ставить на то, что фунта будет оставаться в числе аутсадия. Европейская валюта. Ну, на евро я предлагаю пока что не останавливаться, у нас будет с вами еще и завтра, чтобы поговорить про перспективы этого инструмента. Сейчас мы говорим об уровнях 1,1538, в целом, такие же значения, как и днем ранее. Евро находится на максимуме за последние 14-7 месяцев. Европейская валюта приводит к росту, к снижению европейских индексов, поскольку рост национальной валюты снижает способность экспортеров, поскольку приводит к утешивлению импорта. Я хочу, друзья, вам напомнить то, что одним из основных мандатов Европейского центрального банка является не достижение достойных показателей экономического роста, а ценовая стабильность, которая базируется на эффективных, работающих и эффективных моделях ценообразования, которая, в свою очередь, напрямую зависит от показателя инфляции и от потребительской активности. Поэтому, как бы не позволяла и не настраивала бы сильная статистика последних месяцев в целом по еврозоне, сделать акцент на то, что пора бы уже Европейскому центральному банку прийти более жестко на этапе политики, нужно прежде всего исходить из показателей инфляции, которая по-прежнему очень низа. Вот как раз об этом завтра и будет говорить. Драги, я не сомневаюсь, что он обратит внимание на то, что экономические стимулы, как и годом назад, так и сейчас, крайне необходимы для еврозоны. И отказываться от них в перспективе 2017 года Европейский центральный банк не будет. Если мы получим такие комментарии, евро, который остается весьма перекупленным инструментом, быстро, собственно, потеряет стоимости, это могут быть потери даже больше полутора фигур и окажет соответствующую поддержку доллара. Доллар также относится к тем активам, на которые мы обращаем с вами внимание и ждем, чтобы та же самая пара доллара японская иена снова стала тестировать отделение 114 иен против доллара. Что касается других инструментов, в целом золото у нас сейчас пользуется поддержкой слабого доллара, но я думаю, что эта ситуация может измениться уже в полизаточной торговой сессии, поэтому я советую не сейчас перефицироваться покупать золотого актива, потому что золото, в принципе, больше в плане поддержки поставить нечего. Золото может очень быстро ослабнуть, это уже неоднократно было продемонстрировано нами по факту претения позиций доллара. Американский фондовый рынок переписал снова исторические максимумы, 2460 пунктов мы сейчас наблюдаем по СНП, но, друзья, учитывая то, что у нас стало известно по поводу реформ, еще раз делаю на это акцент реформ по Трампу и то, что здравоохранение в том видении, в котором хотелось бы реализовать себя Трампу, пока что поставлено на холд, не нужно торопиться с покупками американской фонды. Лучше находиться сейчас в стороне от этого рынка, особенно с учетом того, что с таким негативом американская фондовая секция продолжает котироваться на исторических максимумах. Распродажи тоже могут быть значительными, процента 3-4, не хочу, чтобы вы попали в эту ловушку ожиданий. Что касается важных событий сегодняшнего дня, в 17.30 только на этот отчет я рекомендую обратить внимание, это запасы нефти и данные по объему добычи нефти США. Об этом мы уже, собственно, поговорили. По остальным инструментам все без изменений. Я думаю, что фото четверга у нас будет больше. Этих фундаментальных факторов, чтобы еще раз оправдать то или иное движение, либо пересмотреть взгляды. Ну, этим мы, собственно, займемся с вами уже опять. На этом, друзья, все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши вопросы, комментарии на нашем канале на YouTube. Помимо этого, у вас есть возможность тренировать меня через ваши лайки, большие пальцы. За это вам, конечно же, отдельная благодарность. На этом все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.